Всем привет, ребят! С вами Вархаммер. Что же, закончился первый сезон Лиги ZFL, как она правильно называется, я же все время называл Лига Z мира. Вот, закончился она для трех дивизионов, АМ, Про-М и Мастерс. Вот, расскажу свои ощущения об Лиге, в принципе, как она для меня проеха проходила, доволен ли я? Вот, и в принципе, стоило оно того или нет. Вот, начнем давайте с того, что, в принципе, я как-то уже начал задумываться о том, что надо бы проездить в Лигах, когда уже начал играть 20-ю формулу, потому что с ботами ездить, ну да, это можно как-то делать контент на Ютуб, но это однообразно, потому что боты, ну, у них есть определенный алгоритм, которому они следуют. Да, есть боты, которые более агрессивные, более пассивные и так далее, но все равно с ними можно проворачивать различные дайв-бомбы и тому подобное, то есть там вести себя, так сказать, не особо корректно, что ты не сможешь делать против реальных уже людей в онлайне. В сам онлайн я как-то залез, но как-то быстро оттуда вылез, а слами, ну его нахер, потому что происходило там просто полное мракобестие. Вот. Ну что же, наступил момент, когда на канале Зайт Мира вышел ролик про эту лигу, причем я до этого канал забросил его смотреть, наверное, с Критом 19 где-то формулу забросил. Вот, тут наткнулся на это видео и, в принципе, загорелся желанием, почему бы нет. Для меня собран был критерий, чтобы в лиге не было никаких, в принципе, помощников, потому что я привык без них ездить. И, благо, в лиге, была такая лига по названию Мастерс. Собственно, туда я, слава богу, мудрился попасть, потому что попадание было тоже очень веселое, совпало с тем, что у меня очень фигово было по здоровью в начале августа. Из этого там пошли пропустить гонку, тестовый, так сказать, и уже на сами тесты только прийти. Благо, за счет тестов я все-таки смог пройти, потому что думал то, что я не пройду сейчас и минус лига. Но, благо, прошел. Итак, в принципе, что я думал по рассказам насчет этапов делать, то, что, скорее всего, я буду делать сноску для этапов, на которые уже есть различные нарезки у меня на канале. Вы можете на них перейти и, соответственно, посмотреть. Вот. Поэтому я не буду сильно застряться на таких этапах, где я все-таки выложил эти нарезки. Есть этапы, где я не выкладывал их, на них я более-менее подробно пройдусь. Ну что же, начнем. Давайте с первого этапа. Это Австрия у нас стартовый этап нашего сезона. Соответственно, у меня были следующие ожидания, что надо к этому все будет тренироваться, потому что в онлайне есть такая проблема под названием строгие срезки. Если в сингле ты можешь спокойно выезжать всеми четырьмя колесами за белую линию, и тебе ничего особо не будет, то тут, если ты выйдешь больше двумя, чем колесами, то, соответственно, тебе сразу же накидут предупреждения. А в случаях, если ты будешь повторять это, то и штраф 3 секунды. И, соответственно, это может сильно повлиять на гонку, и надо было к этому готовиться. Соответственно, в Австрии приходилось жестко учить трассу, как правильно ее проходить так, чтобы не срезать и не получать за счет этого штрафы. Собственно, более-менее, я, в принципе, неплохо подготовился. Сам этап. Есть ссылка в описании на него. Вы можете посмотреть по ссылке, конечно же, полную нарезку. Я скажу просто результаты, что удовольствие мне приехать тогда шестым, из-за того, что я сделал слишком раннюю остановку на слике, был у нас дождь, и из-за этого потерял одну позицию. Так, скорее всего, приехал бы на пятом. Второй этап у нас был Вьетнам, к которому надо было так же усердно готовиться, потому что раз в новое в этой формуле, также в сингле я не особо многое накатал, потому что просто там расшибся, и, соответственно, у меня не было никакого, в принципе, у него ката нормального. Соответственно, недельку я посидел, потренировался, в принципе, неплохо оттренировался, там смог вроде бы выходить из минуты 34, вот, но, в принципе, более-менее, да. До киберкатлет нашей лиги это, конечно же, было еще далеко, это где-то секунду, если не полторы, надо сбросить. Да на Подовск, я думаю, там вообще, наверное, секунды три так надо сбрасывать, но не суть. Вот, также это вроде, наверное, первая и последняя гонка, когда на Подовске проходил квалификацию, потому что я не помню, чтобы он стартовал с конца пелотона именно в Вьетнаме, но могу ошибаться, опять же. Вот, в принципе, квалифицировался я неплохо тогда на пятой позиции, если я правильно помню, и соседом по моему третьему ряду стал Эллипсис. С данным товарищем мы часто, у нас были драки за позицию в последующем, ну, опять же, в некоторых нарезках это можно будет увидеть. Вот, и в принципе, у меня темп с Эллипсисом и тем же Детмиром был одинаков, и поэтому из нас трех мы могли там неплохо так зарубаться, но, чего мне не хватало, это в основном стабильность. Ну, в принципе, об этом мы поговорим ближе к концу уже ролик. Ладно, переходим к Вьетнаму. Во Вьетнаме самое главное было стратегия, и стратегию я рассчитывал на один пятстоп, потому что два пятстопа чаще всего это заведомо проигрышная стратегия в одном только случае, если у тебя нет жесткого прям темпа, за счет которого ты можешь реализовать там два медиума и софт, либо два софта и один медиум, вот. А если у тебя темпа нет, то надо стараться как-то ехать на одном пятстопе, чтобы не надо было отрабатывать 20 секунд на новом типе резины. Вот, в принципе, неплохо я проехал первый стинг, мы там, опять же, с эллипсисом зарубились неплохо, особенно когда девиз ошибся, и мы его догнали с эллипсисом, втроем входили в шпильку, зажали эллипсисы между... Я слева зажал по внутренней части, а девиза уже по внешней. Ну, в принципе, неплохо так получилось, самое главное, что произошло... Точнее, не произошел контакт между нами тремя. Вот, после первого отрезка до пятстопа я смог кое-как оторваться от эллипсиса на одну секунду, заехал я на девятом кругу и перешел на хард, потому что медиум, я не верил, что он дотянет до конца гонки, если не будет каких-нибудь сейфти каров, поэтому я решил на верочку, на хард. Эллипсис остановился кругом позже, если не двумя, и перешел на медиум. Но, самое интересное, что после пятстопов я был впереди него на 5 секунд, и, соответственно, эти 5 секунд отыграть на том же медиуме будет не очень просто, если у нас будет темп там разницы в 3-4 десятых всего лишь. Но, я есть я, и по итогу на 14-м кругу, в конце, в последнем повороте, начинаю поворачивать раньше времени и ломаю себе переднее антикрыло. И тут мои шансы на хорошую позицию сразу же умирают, потому что я основал себе переднее антикрыло. Мне теперь надо будет заехать на пятстоп, поставить себе медиум какой-нибудь, и ехать уже на нем до конца. Соответственно, потерять кучу времени на второй чертов пятстоп. Ну, собственно, я так и делаю, конечно же. И, под конец нагон, когда еще выезжает машина безопасности, я не решился под ней мять резину, поскольку позади меня там были люди в нескольких секундах, и они так же, как и я, не стали заезжать. В принципе, за счет того, что я не заехал, я смог финишировать на седьмой позиции, если я правильно помню. Вот, Элипсис в тот же момент выиграл, ну, точнее, занял третье место и заехал на подиум. Конечно, после гонки было обидно, на самом деле, потому что я все зрунил сам себе, банально тем, что начал очень рано поворачивать. Но, ладно, надо было это пройти, этот момент, и переходить уже к третьему этапу. Если я правильно помню, это был у нас Нидерланды, Сандервод, новый объемовленный, также новая трасса для Формулы-1 в этом календаре. И, соответственно, ее надо было тоже готовить. В принципе, в карьере я успел на ней накатать некоторое время, и поэтому понимал, что к чему. Плюс, также был момент, что я пытался тренироваться в другой чемпионат, который по сетокурс компетенциона в классе GT. Вот, соответственно, у меня было какое-то понимание большое. Что же, есть нарезка по этапу в Нидерландах, ссылка на нее в описании. Переходите, смотрите. Кратко говоря, я смог финишировать там на седьмой позиции. Если так сказать, то я, скорее всего, ошибся больше всего в сетапе, потому что у меня перегревались дико покрышки, из-за этого я просто не мог ехать нормальный круг. Я старался все время ехать так, чтобы они у меня не перегревались. А также, да, я думаю, что смогу вырезать стратегию двух пидстопов, поэтому на первом сайте кара заехал за свежим комплектом резины. Переходим к уже четвертому этапу. Это у нас Испания. Что же, по ней как бы есть нарезка, но как бы она в другом заключается. Так что, ладно, расскажу, что там было. Но ссылка на видео с Испанией есть в описании. Правда, я заспойлерю вам. Ну, в принципе, все равно, так подогреть интересно посмотреть на монтаж. Испания у нас началась с дождливой квалификации, в которой я умудрился разложиться. Вот. То есть я начал ехать на дождевой резине после первого круга, когда поставил время, более-менее. Я решил, что, ну ладно, на промежуток, в принципе, можно уже пойти. Соответственно, выехал, в принципе, нормально ехал на промежутке до последнего поворота, в котором я, собственно, и разложился. Из-за этого я стал на старте десятом. То есть люди на промежутке, соответственно, улучшили свои времена. И стартовать пришлось с середины пелотона. Ну и да, старт выдался не очень хорошим для меня, потому что передо мной Глориан немного забуксовал. Из-за этого мне пришлось оттормозиться, чтобы в него не въехать. И, соответственно, потерять некоторое время и на старте. Но, в принципе, я начал свой прорыв потихоньку. Но этот прорыв немного остановился, когда танкофоб ошибся в третьем секторе и его развернуло, и я в него въехал. То есть пытался, конечно, думал отрулить куда, думал, что он отрулить, но, в принципе, танкофоб сделал правильно, он просто остался на месте. Я же в свое время не страйгировал, и поэтому въехал в него. Из-за этого уехал в меня и напарник, и мы отправились на пидстоп. Но в этот момент вроде бы выехала машина безопасности, если я правильно помню. Из-за этого мне пришлось снова, соответственно, начинать свой камбэк. В принципе, смог неплохо вернуться, уже ехал за эллипсисом в середине гонки. И тут случается сбинало в середине гонки. Отлично. Итого, я ломаю все передние антикрылов в середине второго сектора. Из-за этого теряю кучу позиций, потому что я пропускал людей, чтобы они могли нормально проехать, и я в них не въехал. И возвращаюсь на пидстоп, и у меня отставание там до ближайшего уже гонщика, после того, как я выехал из пидстопа, было просто неимоверное. Ну, а дальше я начинаю свой камбэк с последней позиции, потому что я тут ехал почти в последнем, предпоследнем зашел. Вот, и потихоньку начал неплохо так камбэкать. И, наверное, с этого момента я все-таки пошлю на монтаж, и дальше уже, ребят, смотрите, что из этого получилось. Как я смог, точнее, куда я смог вернуться. Ссылка на это все дело в описании. На пятый этап у нас был заготовлен просто самая лучшая трасса в календаре Формулы-1. И нет, я не рофлю, это просто реально самая лучшая. Самая обгонная трасса в календаре Формулы-1. Но она у нас в онлайне, и это, блядь, Монако. Да, вот кем надо быть, чтобы, блядь, поставить Монако в онлайне? Ну, это же просто идиотизм, блядь, ну нахуя было ставить? Ладно, немного я осылу, все-таки, почему я так хочу Монако, особенно в онлайне? Трасса крайне не обгонная. Ее с ботами ехать, в принципе, еще более-менее можно их пытаться обогнать. Они тебя будут впускать в некоторые моменты, где они оставляют место, соответственно, не будут тебе прям жестко закрывать калитку. В онлайне люди пытаются закрывать все время калитку, и, соответственно, ты можешь полезть в Яхтубу небольшое ту пространство, которое человек оставил, и потом он тебе просто его закроет, и ты просто уедешь в отбойник. А отбойники тут, ну, прям с трассы, и поэтому обогонять очень сложно, и, в принципе, нету прямо обгонных таких поворотов. И причем монка-то была полностью веселая, нарезки, к сожалению, нету по этому этапу, потому что в данный момент, когда, ну, так сказать, момент отдыха после, между этапами, между Монако и штуем этапом, я был в Брянске, так что не было возможности мне смонтировать как-то эту сессию, и, соответственно, более-менее, ну, расскажу все равно в красе, потому что там рассказывать очень много, вот. Ну, на счет, давайте, с того тоже, то, что я убился снова, мать его, в квале. Вот, просто пиздец, в начале квале я смог разложиться в бассейне, и пиздец всей квале настал, и по итогу я начал этакий челлендж на Подовского. Кто не знает, челлендж на Подовского, это ты стартуешь с последнего места. Ну, Олег на Подовского у нас так все время ездил, говорю, только вот, кроме, скорее всего, Вьетнама. Вьетнаме он, скорее всего, квалифицировался все-таки, а в основном с последнего места. Несмотря на то, что это было Монако, он также это сделал. Вот, и прорваться с последнего места, особенно в Монако, ну, это пиздец. Потому что самый пиздец может начаться уже в Сэндевоте, когда кто-нибудь да полезет все-таки обгонять кого-то, и придут контакты и так далее. Но, но, скажу сразу то, что у нас даже не было сэфтикара после Сэндевота. Он у нас был позже. Ну, у нас было всего их, вроде, 3 штуки, если не 2. Вот, что же, я пытался как-то камбэчить, там меня даже, если я прям помню, Глориан Дэй пропустил в один момент один из пилотов. Я его обошел на старт-финиш в первом, он просто ушел с траектории и пропустил меня вперед. Человек сразу понял то, что, ну, драться нет смысла, так сказать. Вот, но сцепился я с Celebration, так как Монако это крайне обгонная трасса, конечно же, место я, блин, пытался найти, где же его обогнать. Выдалось небольшая возможность с ним побороться в подъеме к казино. Но полез я по внутренней траектории, соответственно, у насчет туда смещаться, по итогу контакт, он улетел в отбойник, не знаю, сломал ли он передний антикроул или нет, но мы продолжили нашу борьбу дальше. После казино мы уже начинаем подъезжать к Шпильке, и в начале второго сектора, вот перед Шпильке поворот идет, он в нем ошибается, блокирует все колеса, и для него это все окей, но для меня это самое худшее, я пытался по внести траекторию там пройти. Как итог, я отправляюсь в отбойник, потому что, ну, у меня нет никакого места справа, я тормозиться и так же уже не успеваю. И из-за этого ломаюсь и первый раз антикроул, хотя нет, вроде бы уже даже второй. Первый, да, 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 уже второй раз я ломаюсь и передний антикроул, первый раз где-то там в начале гонки сломал, когда там уже где-то в середине пилотона ехал. Да мать мою, блядь! Вот, и еще позади меня шел в тот момент Глориан Дэй, который также от меня ломает передний антикроул, потому что он улетает в меня уже. Вот, момент, конечно, такой спорный, но, окей, гоночный инцидент, так скажем. По ходу гонки я еще раз все умудрился сломать антикроул, и по ходу гонки я смог приехать только на 10-ю позицию. Кое-как Выстрадов забрал это отчетча. Да, целочко. Ну, мои комментарии по поводу Монако вы уже слышали до... ...то о том рассказе, как прошел этап в Монако. Так что я надеюсь, его я больше никогда, блядь, в онлайне не увижу. Пожалуйста, ребят, никогда, блядь, не ставьте в лигах Монако. Ну, это самая ж конченая трасса, блядь, во всем Календаре F1. Прошел у нас почти половина сезона, после Монако у нас идет Италия, Монсос, просто храм скорости, которому я ни хрена не тренировался, а потренировался буквально там 2 часа до гонки, потому что я приехал в воскресенье после Брянского Лана, и, соответственно, у меня не было никакого удовольствия тренироваться, потому что я еще ни хрена не спал. Но окей, более-менее потренировался, более-менее понял, что из себя представляет сетап Олега Нападовского. В принципе, у него сетап офигенный, я на нем в Испании ездил еще, на его сетапе одном. И, что же, поехали мы к Валуу. А, нет, да, у нас есть ролик на канале по поводу уже Монсы, так что бегом смотреть, ссылка в описании. Просто скажу, что в квалификации я поставил один круг, потом начал улучшаться третьей попыткой, так сказать, в круг, но она не уезжала успехом, в Аскаре я развернулся. По поводу гонки сказать нечего, она прошла отлично для меня, это самый лучший финиш в сезоне, когда я, в принципе, почти не косячил во время гонки, слава мать его богу. То есть, реально, Монсу может спеть как, ну, более-менее нормальный этап во всем сезоне. Почему во всем, вы сейчас поймете дальше. Седьмой этап. Япония. В принципе, все начиналось неплохо. В квалу я закончил, если я правильно помню, в топ-6, что, в принципе, обнадеживало. То есть, побороться можно, особенно с Z-миром, бок о бок. Но у нас случаются технические проблемы, у нас там вылетает хост, и Z-мир у нас пересобирается лобби. Вот тут начинается самый пиздец. Рестарт лобби. Ну, и, соответственно, я захожу, там, ну, настраиваю себе стратегию, и выхожу в гонку. Ну, надо мое было лицо видеть, когда мы начинаем прогревочный круг, я заглядываю в его МФД. Блядь! А там стоят стандартные настройки. Значит, значит, я что-то такое что увидел. Он меня сетап не устроит. Блядь, я думаю, что это так долго? Да там сетап, блядь, надо прибедить было. Ах, ёп твою мать. Ой, блядь. И тут в мою голову приходят мысли, что я, блядь, еду вообще на стандартном сетапе. И тут я понимаю, мне пизда. Что же, соответственно, гонка начинается, я проезжаю один круг на софте. Все, в принципе, идет неплохо. До, опять же, второго-третьего круга, когда резина начинает перегреваться на этом стандартном сетапе. И я начинаю просто спокойно перегревать всем, кому не лень. У меня из-за этого еще сграет жопа. Также еще стоит отметить интересный факт, что я умудрился забагать кнопку ЕРСа. Отлично, короче, игра меня радует. Если вы думаете, что я забыл про обгон, нет, я не забыл, блядь, он не может отжаться уметь теперь. Перед стартом, потому что я стартую обычно на необогащенке и с обгонной кнопкой. По итогу обгонной кнопкой я включена всю гонку, я нельзя пробить никак. У меня ЕРС скончается посередине круга, точнее, на обратную же прямую перед поворотом. Я просто сейчас все проиграю. И все, просто худшее сценария я придумать не могу, сетапа у меня нету, ЕРС забагался, но я решаю просто выльти. Выхожу же я неправильно в первый раз, точнее, я делал наполовину правильно, я заехал в боксы, но не покинул сессию, а вышел в главное меню. Из-за этого я возвращаюсь в гонку, и бот решает просто нажать педаль в пол на торможение в ложку, и я выезжаю в нападовск. Честно, в этот момент я сидел с охуевшим ебалом, со словами «это что, блядь, было?» Потому что, ну, это пиздец, у меня просто, мне хотелось провалиться под землю, потому что, ну, честно, мне не хотелось, как будто достались чуть более, какие-то неприятности, неудобства, блядь, с эмболитами, блядь, ага. Вот, надеюсь, что я тот момент ничего не сломал нападовскому, сломал только себе передените крыло, благо я все-таки доехал до пидстопа и вышел из сессии, потому что, ну, продолжать просто смысла никакого не было. Так закончился для меня охрененно седьмой этап, и мы переходим уже к последнему этапу СПА. Тут же я понимал, что надо как закончить, я застелил на высокой ноте, надо что-то сделать, и поэтому мы, в принципе, с ребятами начали тренироваться, с двумя болезнями, но и также еще с моим напарником, в принципе, за счет тренировки по импульсу, намного лучше, чем мог бы этого было в тайм-трайле, и также еще тренировался стратегию, потому что начали бы я пскать, что это было бы на софт-харт стратегии, а так я поехал по итогу на софт-мидиум, потому что я понимал, что медиум спокойно и до конца, и там будет почти шестьдесят процентов, наверное, в путешествующихся с чем-то, понимаю. И, окей, переходим уже к самому этапу, квалификация проезжаю по своим меркам просто офигенно, потому что я занимаю шестую позицию, передо мной стоит четыре киберкотлеты, и также Голдман, который также очень хорошо ехал, но во время сезона, как я замечал, ему не хватает стабильности, он часто делает ошибки, и из-за этого чаще всего его старание в квалификациях превращается в не очень хороший результат в гонке. Вот. Первый поворот, мы заходим бок о бок аж втроем, и я, Z-MIR и Голдман, после этого поворота Z-MIR прошел Голдмана, как и я, и уже мы начинаем ехать в красной воде. Ну, я, соответственно, вываливаю свои стальные яйца, показываю, что я готов ехать бок о бок в красной воде, ну, и Z-MIR по итогу отрубает там ЕРС, на необгощенку стоит, я по этому прохожусь в красной воде и уже выхожу на пятую позицию. И потихоньку еще начинаю отрываться от позади идущего пилотона, потому что Z-MIR начинает борьбу с Голдманом, ну, точнее, Голдман начинает борьбу с Z-MIR за шестую позицию. Что у меня было на руку? Мы начинаем отъезжать от этой группы, и к моменту активации DRS уже был там секунда с чем-то. Но я там, правда, потерял на выходе, где-то у Z-MIR была возможность открыть DRS-крыло на прямой после красной воды. Но у меня был, благо, слепстрим от предыдущей группы, которую я, благо, умудрился не отпустить после старта. Тут у нас случается четвертый круг, у нас кто-то вылетает и случается, соответственно, сейфти-кар. Я думаю, ну, окей, надо посмотреть, что делают сейчас лидеры, и, соответственно, делать то же самое. То есть, ну, поменять резину и ехать уже на ней до конца. И, скорее всего, надо, ну, переходить там на мидиум. Собственно, я так и делаю. А, точно, я вспомнил, почему у нас был сейфти-кар, потому что у нас передо мной гонщик Racing Point Пантелеев разворачивается в конце второго сектора. И в него там въезжают, соответственно, гонщики, и из-за этого он там сходит. Это из-за чего вышел сейфти-кар. Я, соответственно, заезжаю с лидерами в боксы и меняю свой софт на свежий мидиум. То есть, соответственно, у нас до конца гонки остается в порядке с 17-18 кругом. Вот, но я приспрощил то, что мидиума хватит, потому что мы сейчас по сейфти-карам еще проедем. Там впереди, может быть, будет сейфти-кар и все будет пучком. Лидеры передо мной, а именно девизы и Потапов, меняют свою резину на хард. А вот Мирандикс также, один из трех лидеров, меняют также на медиум. Соответственно, ну, выбор был, в принципе, плюс-минус, я, скорее всего, угадал. По сейфти-караму, у нас случается интересный инцидент между этими лидерами. В первом повороте в шпильке у нас Потапов не успел тормозиться и уехал вроде бы в девизу. Ну и, соответственно, Потапов, я сломал передний антикарлон, девизы накинули 5 секунд штрафа. Также вроде Мирандикс накинули 5 секунд штрафа, то, что они втроем аж умудрились отличиться. Ну и, по сути, для меня гонка, ну, кеминерский складывается неплохо, да? Там позади где-то едет на Подовский и скоро он до меня, до моей жопы доберется, но ладно. До этого момента мы еще успеем дойти, так что тут самое главное успеть за лидера. И, что же, круг, когда сэфтикарнов уходит, я начинаю потихоньку прогревать свой медиум. И тут, блядь, случается то, что я заезжаю на кусок травы, отправляюсь отбойник, ломаю все передние калороны. И на этом круге заезжает сэфтикар. Просто супер, просто. 10 из 10. А, точно, я еще забыл добавить, чтобы сэфтикарнов я умудрился еще слегка коснуться гонщика впереди. И я получил 5 секунд, и он так же путил 5 секунд. Какая же, мразь. Ладно. Это мы опустим. 5 секунд я так же еще отстоял на этом же пистопе. По итогу я меняю свой медиум на хард, потому что надо ехать до конца гонки обязательно. Ну и ставлю передние калороны. И понимаю, ну ладно, начало гонки, можно, ну точнее, почти середина гонки, еще можно все камбэкнуть. Ну и начинаю потихоньку свой камбэк. Начинаю прокаять гонщиков, которые так же начинают потихоньку заезжать на питлейны. Передо мной два гонщика в лице Смока и Слэйбрейшн устроили, так сказать, гачи за рубу. Мы там показывали, кто здесь босс of the regime. И, соответственно, да, пересвозят, конечно, веселый институт мир. Ну ладно, потихоньку мы начали камбэк. На самом деле, кстати, во время года случатся второй safety car. И что самое интересное у нас случается, кодмастерс. А что это означает? Это значит, что произошел баг в игре. Лидер на элипсисе в том, что у нас лидер заехал на пистоп. Перед тренд-сэфти каром он не стал заезжать во время safety car и поехал дальше. И так интересно получилось, что safety car вышел из питлейна. И элипсис проехал мимо него. Но safety car начал собежать позади идущих пилотов. И, соответственно, Мирандикс, игра почему-то бы посчитала как бы лидером основы пилотона. Из-за этого элипсис получил просто спокойно круг форы. Ушел от всех в круг. Но, забегая чуть вперед, он все-таки этот круг решил не оставлять за собой. И спокойно отстоял и подождал, пока все проедут. Правда, его потом дискулицировали с этапом. Но об этом мы еще хотим дойти. Ну, начиная потихоньку прорваться. И, в принципе, неплохо прорвался. У меня на тот момент уже было 3 секунды с резками. Потому что, ну, очень широко выезжал местами. Там где-то не нужно было. Позади меня была Рич, который ехал там 4-5 секундах. Я потихоньку не начинал отрываться. Так же начинал нарабатывать все больше штрафов. Человек, кто-то в 6 секунд. Благо, до 9 не дошло. Но, позади меня Рич разбивается. Позади меня он передо мной. Скоростом в третьем секторе. Как я сказал, элипсиса дезаклифицируют. Поэтому у нас там была куча сходов. Также у нас там пилот на Макларене его развернуло. В втором секторе в скоростном повороте на спуске. Из-за этого уехал Потапов. Не знаю, специально или нет. Кстати, еще Потапов после сопровождения перейдет к Каламу. Он продолжил гонку. Он не стал заезжать на пистоп. В советском он начал очень много за это поигрывать. Ну и как-то гонка для меня по итогу завершилась на 6 позиции. Для меня я считаю, что эта гонка просто провал. Потому что я мог приехать намного выше. Возможно даже побороться за подиумом. Конечно, вряд ли темпа скрещен не хватило бы. Но шансы на подиуме у меня были. Если бы не одна ошибка во время сэфти-кара. Как-то так оно получилось. Из всего этого я сделаю то, что мне не хватило. Немного опыта в езде в лигах. То есть у меня были часто... Я делал какие-то ошибки. И из-за этих ошибок я чаще все себе ирунил гонки. Как я и сказал, у меня кроме более-менее нормальной монции не было ни одного другого нормального этапа. Я думал, что СПА станет первым этапом, где я в принципе неплохо проехал. Но нет. Я там умудрился тоже обосраться. По итогу лиги я занял седьмое место в личном зачете. Потому что люди чаще всего, которые ниже меня находились, они просто не приходили для этапа. У нас даже был такой момент, что человек, который выиграл первую гонку в Австрии, во второй он пришел, конечно, чтобы в Вьетнаме в очки правда не попал. Но потом перестал ходить. Тут я не знаю, конечно, какая была причина. Также у нас какие-то гонщики так же девали из лиги. Но в принципе, что сам меня главное порадовало, то что у нас все равно набиралось очень много гонщиков в лиге. Потому что у меня был черт фасадок езды на чемпионате, на сайте одном, на F1 2004 года. Там, где у нас уже на последнем этапе, в скобках предпоследнем, было всего три болиды на финише во второй гонке. И, соответственно, меня крайне не хотелось, чтобы такая ситуация повторилась. И тут, благо, в этом все было отлично. Есть, конечно, моменты по поводу FIA, которые у нас разбирали, инциденты. Потому что, ну, я не знаю, ну, окей, людей там нет опыта, и там есть моменты, которые почему-то не были разобранными. Хотя там, ну, банальный пример, у нас человек из АМ-лиги ливнул, потому что судьи, я не знаю, как они там решали, не решили проверить, почему гонщику, который шел перед ним, перед человеком, который ливнул, накинули вместо 9 секунд всего лишь 3 накинула. А где еще 6 секунд, потому что, ну, тогда бы позиции поменялись. Соответственно, судьи это не особо разбирали, и решили оставить результат такими, какими он и есть. Вот, то есть, ну, тут окей, я ничего не говорил, тут каждый по-своему разбирает, но возможно, то, как они разбирают, немного неправильно. Также еще рафленой момент, то, что я курил про Италию, в первой шикании меня Эльпсис выдвинул на трассу, я, конечно же, не захотел кидать, жалобу, потому что, ну, я считал, что это гоночный момент, и на его месте я делал бы то же самое в отношении к любому другому гонщику, который мне был бы справа. Я не стал кидать, но он зачем-то кинул сам на себя, мать его жалобу, после этого я смотрю на то, что делают судьи ФИА, они выносят штраф ему. Ну, конечно, да, жалоба-то есть, жалоба, но, блин, человек сам на себя кидает. Ну, я все понимаю, но, блин, я не имею ничего против, просто в этот момент надо просто спрашивать гонщика, который пострадал в этой ситуации. Если я не кинул жалобу, это значит, что мне, ну, как бы, окей, да, я пострадал в этом моменте, но я не считаю, что это было прям целенаправленно, это мне сильно зарунило гонку. Чуть подпортило, я не спорю, но это гоночный был инцидент. Все. Как бы, ну, так, небольшое отступление по поводу ФИА. Вот, в целом, сезон мне понравился, надеюсь, будет второй сезон данной лиги, но также мои лиговские покатушки не заканчиваются, подписывайтесь на группу ВКонтакте, и вы скоро все узнаете. Да, ролик уже вышел, что на 30 минут, так что мне пора, я думаю, заканчивать. Ну, на этом все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте, и приходите обязательно на воскресные стримы. На этом все, пока-пока.